Тихо 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 Мы имеем честь представить вашему вниманию следующего члена нашего жюри. Это невозмутимый композитор, поэт-песенник, певец и музыкант Виктор Чайка. Вот он идет. Человек, который облагодетельствовал. Он не идет. Он ступает. А такие люди просто так не ходят. Он ступает. Он является. Он является нам. Здравствуйте, Виктор. Пожалуйста. И это то, что называется костяк. Это то, что называется основа, фундамент. Незаменимые члены нашей жюри. Костяк – это мужского рода, а сейчас будет женского рода. Косточка. Не знаю. Да? Да. Итак, Марии Кац тоже сегодня нет. Где она, мы не знаем. Может быть, Борисовичем Сандером тоже в Цюрихе. Местны ли они? Случайность ли это? Подумайте. А у нас здесь, сейчас. Ирина Корениченко. Музыкант, композитор, оружие, музыкальный продюсер, гениальный директор продюсерского центра. И я – артист. Здравствуйте. Здравствуйте. Позвольте. Позвольте. Привет! И очаровательная женщина – блондинка. Посмотрим, как это отразится на суровости ее, как сказать, высказывания ее мнения. Ну, на суровости твоего голоса очаровательная женщина – блондинка. Уже отразилась. Человек, на котором, как говорится, не отражается ничего, который сам заставляет отражаться. Не так, не так. Все в себе. А я по-другому скажу. Игорь Борисовичем можно заменить только другим. Игорь Борисовичем. Да. Игорь Борисович Насенко. Слава тебе, Господи, не в Цюрихе, а прямо здесь, сейчас. Руководитель службы сетевого вещания «Газета Вечерняя Москва». И, между прочим, вы не знали, а он музыкант. А он музыкант. Смотрите, как улыбается, какой добрый. Он композитор. Композитор. А он написал, знаешь, сколько саундтреков, рок-оперу. Он создал всех нас из ничего. И вот вы это видите. А куда уже вам деваться? И теперь сам пришел это же судить. Ну что же, жюри на месте. Жюри. Осталось только, они же не знают, кто мы. Нет, они знают. А это вы узнаете в конце. Да ладно. Помидоров. А, Илья Грехов. И на этом все. А слово Игоря Борисовича, пожалуйста, пару слов там перекинутся. Туда-сюда. Ну, наконец-то я это сделал. Не прошло и трех программ. И вот я сижу на этом месте. Собрал билеты. Сандрыл. Деньги на билеты в Цюри. Да. Хорошо. И теперь мы будем работать совсем по другим правилам. Мы будем работать лучше, ярче, интереснее, креативнее, добрее. А не то, что... Но где-то и опаснее. Да, да. Наконец-то, да. Мы не будем видеть никакой негатив, только позитив. Мы будем пробуждать в людях тягу к чему? К любви. Не знаю. К всепрощению. К творчеству. К состраданию. К здоровому образу жизни. А вот, да. Ну, все знакомые лица, вот кроме единственной замены на сегодняшний день, но мы познакомимся с Мариной во время работы, что, в принципе, говорить. Наши ведущие уже все сказали. Посмотрим, как это все будет в деле. И я думаю, что пора пригласить тех, без которых, в принципе, наше здесь существование как бы никому и не нужно, да? Кому нужны продюсеры, если нет тех, кто на них работает? А это? А это музыканты, мы понимаем. Мы ловим каждое ваше слово. Но есть маленькие нюансы. Все будет по-новому, кроме вот этой бумажки. Эту бумажку в конце нашей программы заполнит каждый член жюри. Поставит свой автограф, и здесь будут стоять те оценки, которые он выставит сегодняшним музыкантам. В конце мы это соберем, сохраним, и каждую шестую программу у нас будет обобщающей. Галла концерта, когда вы, дорогие зрители, и вы, и вы, и вы, особенно вы сможете проголосовать и, может быть, поменять судьбу музыкантов, которых засудят или, наоборот, незаслуженно превознесут на присутствующие здесь члены жюри. Как говорится, зрители против продюсеров или за? Не знаю. Посмотрим. Но сейчас... Те, ради кого сегодня мы все собрались, ради кого... И без которых это все не имеет никакого смысла. Давайте, новый космический проект Романа Кузьмина. Грубо, Татуин! Грубо, Татуин! Голос-то береги. Давай я тоже закричу. Группа Татуин! И где они? Не спрашивай. Бездалека. Космический проект Романа Кузьмина. Среди группы Йо-Йо, соединяющий... А кто еще здесь? Максим Фирсов, экс-свинцовый туман. Кирилл Качанов, экс-слот. И Олег Бережной, экс-йо-йо. Я правильно говорю? Йо-йо. Йо-йо. Йо-йо, вы говорите правильно. Джо-йо. Джо-йо. А Йо-йо это такая игрушечка, черных на резинке. Никаких игрушек, все очень серьезно. Ну и без особых, как сказать, прелюдий, сразу к песням, сразу к творчеству. Орехов, представляете, первая композиция. Говорит нам о том, до чего могут довести нормального мужчину эмоциональные качели. Это все мы узнаем из первой песни. Композиция «Уеду». Музыка. Мы хотели сыграть первую, другую песню. Давайте на голову морочить. Нет. А музыка и слова. Роман Кузьмин. Роман Кузьмин. Роман Кузьмин. Ты играешь, как в макмёрстке, в моем сердце, чувством и душой. До разборки, до увертки. Чёрт и всё, я не твой. Я сбегу, я уеду. Далеко и почти навсегда. Чтобы стать самой первой, это значит скорее бежать, бежать от тебя. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Так хорошо, наверное. Ла-ла-ла-ла-ла. Но только уже не надо. То, как плачем, то смеёмся. Я как пьяный, я иду на пол. Мы в бразильском сериале. Мы в индейском кино. Я сбегу. Только б надо. Далеко, чтоб меня не найти. Ни межельство, ни мосаду. Хорошо бы ещё для начала тебя разлюбить. Тебя разлюбить. Я уеду, я уеду в дальние края. Я уеду, я уеду в дальние края. Я уеду, я уеду просто от тебя. Я уеду, я уеду в дальние края. Я уеду, я уеду, я уеду в дальние края. Я уеду, я уеду, я уеду в дальние края. Чтоб меня не найти. Ни межельство, ни мосаду. Хорошо бы еще для начала тебя разлюбить Ла-ла-ла-ла-ла, так хорошо нам рядом Ла-ла-ла-ла-ла, так только кушать не надо Ла-ла-ла-ла-ла, так хорошо нам рядом Ла-ла-ла-ла-ла, так только кушать не надо Татуин! Космическая музыка, я уеду В чате пишут, нура, мясо есть! А вы пока можете присесть, отдохнуть, как-то выдохнуть А что, а Рогацци пишет, романтичная А в прошлый раз что написала, знаешь? Не помню Лажают и все такое Но все равно главное, что скажут сейчас жюри Игорь Борисович Вам слово, командуйте Вам дело Ну как ни странно, знаешь, может по привычке Четыре года тут стихи, стихи Меня стихи заинтересовали Но, видимо, не сейчас об этом Да, говорите Я просто, ну, наверное, мы поговорим об этом Каждая песня ведь от чего-то рождается Зрителю это интересно Кто так несчастная Как ее зовут? Да, и что она? Чем заслужила она? А которые хотят уехать 24 раза подряд Было сказано, что он уедет Однозначно Даже несмотря на то, что любовь присутствует Правильно? Допустим, да Не допустим, она присутствует Автор так и говорит Если бы еще разлюбить Как это происходит все Вот Это было бы интересно чуть позже Обо всем другом скажут Ну, давай, Дим, с тебя начнем Да, вот сейчас, чтобы так Да, ты хочешь, да? Ну, а я Я сегодня С тяжелой артиллерии Раздаю Нет, ты ничего не сказал, собственно Нет, почему? Я сказал Очень важная вещь Вот почему Вот, Дима Вот ты гитарист Инструменталист И, суть по всему Текстов не слушают Никак даже тех не обратил внимания А вот А ведь это часть песни Понимаешь Вот, да Это очень важно Несмотря на то Я буду, так сказать, традиционен Уже какой-то третий раз Да Все клево Вообще ништяк И энергетика хорошая Но без соло-гитары Полная Ну Не то Приглашайте Украсим И хотелось бы повыше Еще вокальчик Какой-нибудь Там вот Я уеду Все внизу Все внизу Если бы не текст И Который перед нами лежит Некоторых слов Вообще вот непонятно Может быть Подбавить нам сюда вокальчика Я не знаю, что происходит у нас А ну это уже Не к вам А к звукорежиссеру Вот Не знаю Там что в эфире происходит Да Ну мы по поводу вокалов Будем, наверное, еще Говорить много Ром Прости, пожалуйста Плетят камешки Кстати, а чей текст-то? Если я правильно помню По-моему, это мой текст Твой текст, да? Да, вроде Ты сам пишешь все тексты? Текст я пишу не все Но вот этот конкретный Это мой текст Его, его У нас есть данные И музыка его Да Нет, ну в целом В целом за что ей, ребят Спасибо Но, если честно У нас ток-шоу И готовьтесь к критике Ну критика такая дружеская Я думаю, что чем-то может помню Но я сказал две вещи Не хватает моей соло-гитары И не хватает Ну не знаю, может Может Витя сыграл бы что-нибудь А вот на Виктора смотрится в чате И пишет, что Мне кажется, что Чайка в шоке Чайка в шоке Чайка в шоке Барабанщик очень громкий Я в очках, но не в шоке То есть я уже, да? Да, я все вставал То есть я могу уверен, что Экс ла-ла-ла-ла-ла Это ты написал Сто процентов Первая песня Всегда очень сложно понять Потому что пока выстроится Шел шквал и металла Был Мне показалось, что Не очень Отрепетированы Переходы Туда-сюда Когда уходит Ритмус На третьем такте Где-то Собиралась команда С третьего такта С первого не получалось Ни разу Я думал, ну с второго Второго получишь Ну понимаете, да? Диалог лучше в микрофон Он сказал нет Я сказал нет, но спасибо Как в микрофон уже и спасибо Конечно На возле так всегда Когда есть больше задор Все дискомфортно Это было звучание Дисбалансе Мне казалось, что Не всегда вместе В первую долю попадали Особенно когда Переход Или туда-сюда Я просто специально говорю Потому что Замучивать наших зрителей Музыкальной терминологией Это самое последнее дело Не, ну правильно Я их бы так и не заметил Они идут из-за этой терминологии Это же ликбек Лизбес Мы просто во вторую целимся Все время Ах, у вас вторая доля Тяжелая стиль Вторая Тогда задача выполнена Нормально, нормально Я считаю, весело, задорно Да, классно, конечно Хорошо Виктор, а по итогам выступления Пишет, что вы романтик Чайка романтик Я романтик, да Конечно Хорошо Угадали Марина Микрофончик, микрофончик Да Почему это вам сложнее? Мне сложнее всего Потому что Я? То есть вы от меня сразу Хотите уехать? Прямо сейчас судят Это про нее? Мы что-то не знаем? Я просто в жюри Одна женщина Я поняла Все лавры мне достались В общем, сложно Потому что коллеги На самом деле Для меня все сказали Такое самое важное Очень сложно Как музыканту Дать вам сейчас Какие-то комментарии Потому что ничего не слышно В данном случае Скорее мы обсуждаем Работу звукорежиссера Чем вашу Потому что шумит Гремит Вокал я не слышала Текста тоже Кстати, как здорово Что текст лежит Я хоть содержание прочитала С точки зрения гармонии Это я услышала На мой взгляд Довольно однообразная история И честно говоря Вполне можно было Что-то Ну Пофантазировать Чуть больше Может быть бриджа не хватает Или чего-то еще Но видите Мне такую задачу дали Как музыкант С вами общаться И критиковать С точки зрения Высокого искусства Несмотря на то Что people Хавают такую музыку И наверное у вас Есть своя аудитория Мне кажется Для развития Вообще можно рассмотреть Такой вариант Как бридж Да Это обязательно Вот Видите Я учту У нас есть Единодушие в этом смысле Редко Вы на них давление Оказались Здорово Ну кстати Аудитория-то Сидит прямо За вашей спиной Так что тоже Давайте Это как письма Пугающая Да Я страшные вещи Говорила Эти люди давят И про них видно Не А вообще жанр такой Что Либо есть драйв Либо нет Вот В этой композиции Нет ничего Ее можно исполнить От всей души А можно А можно Никак Да От чего это зависит В данном случае Вот вы в каком настроении Сейчас на площадке Потому что Это песня настроения Аранжировка настроения Мы всегда В хорошем настроении Мы же выходим Играть для вас Мы выходим Играть для гостей Ребят Спасибо что вы здесь Респект Агрок Поэтому Если ты музыкант Если ты вышел на сцену Будь добр Даже для одного зрителя Делай все что ты можешь Вот и все Поэтому у нас Самое прекрасное настроение Именно сегодня Ну значит Вторая песня Наверное Прозвучит еще лучше Да Ну давайте Вторая песня Ребята на сцену Какая вторая песня Какая Я сейчас скажу Какая Я сейчас скажу Какая вторая песня Подождите Парни А вы можете Кстати Выдвигать Свои условия Понимаете А то скажут Что вы прогибаетесь А какие Какие же вы Рокеры Если вы прогибаетесь Сейчас вам Орехов скажет Какая будет вторая песня Сейчас все Займут свои места И будет для всех Большая неожиданность Хотя в принципе Я иду по тому списку Который есть у нас Иди Иди И я пошел Следующая песня По мотивам Знаменитой Космической саги Говорит она О том Что кажется Для любви Нет преград Какая это Космическая сага Ребята скажут сами Потому что Знает только Джордж Лукас Вот Что за песня Итак Песня В песках Татуина С музыкой Кузьмин Роман Слова Иванова Татьяна Кстати Бридж будет По-моему В этом песне Это кстати Медленный танец Если что там Знать До меня Ветрами Далекими Донесло Души Твоей музыку Я по ней Тебя Если встретимся Узнаю Напеваю Тихо В полголоса Я с тех пор Мелодию Грустную Словно Я Все знаю О Тебе Расскажи мне Сказку Про лето Про закаты И про рассветы А моя Родная Планета Другая Твоё небо Синего Цвета Твоё сердце Солнцем Согрета Знаешь Я Всегда С тобой Теперь Ум Свет И звезд Таких Далёких И безумно Одиноких Я тебя Пытаюсь Разглядеть Когда солнце Врет Когда время Затрёт Мои Слеп Искак Когда Сердце Уснёт И снова Бит Зачнёт Я Буду Повторять Твоё Имя До Меня Ветрами Далёкими Донесло Души Твоей Музыку Я По ней Тебя Если Встретимся Узнаю Не знаю Знаешь Я Всегда С тобой Тебе У Всех И звезд Таких Далёких И безумно Одиноких Я Тебя Пытаюсь Разглядеть Когда Солнце Убрёт Тогда Время Затрёт Мои Смир И Блескать Далёк Когда Сердце Уснёт И снова Бит Зачнёт Я Буду Повторять Твоё Имя Когда Солнце Уснёт Когда Время Затрёт Мои Слепы Бит Как Токорина Когда Сердце Уснёт И снова Бит Зачнёт Я Буду Повторять Твоё Имя ДИНАМИ 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 Парни, парни, не уходите, пока вы там Все-таки Татуин Ответьте тем, кто ее не знает Что такое Татуин в песках его? А то ведь про Кензадзу вспомнили Можно долго об этом говорить Ну, все знают, что Татуин Это планета из саги Звездные войны Вот Но, честно говоря, если на этом зацикливаться То можно сойти с ума Помните, там, вот эти вот На Татуине жили космические контрабандисты Смешные из первых частей Такие, с стеклянными глазами Гонялись там нормально Вы понимаете, мы все взрослые люди Если честно, просто слово нравится А спрашивают Это написано для любимой девушки? Спрашивают Вот это Ну, а то Тогда отдыхайте Нельзя разочаровывать наших зрителей Потому что они ранимые романтики Ранимые романтики Нет, нет, нет После каждой песни Есть возможность Порезти Отдохнуть Пообщаться с жюри Передать привет Кстати, но с топом играть веселее А вот мы наоборот Мы делаем вот это вот Да Чтобы жизнь медом не казалась Как бы приходится входить И выходить Да, вот это И опять с пановой И сел И опять начал А жюри каково? Они только разогреются И опять надо Вот что-то новые слова Какие-то выдумывать Выдумывайте Я всегда говорю, что рок-н-ролл это как секс И прерывать его нельзя Потому что действительно Только разойдешься И тут давай содейся Чего? А зато мы получаем Ну, ребят, мы же предупреждали Что придется обламываться В этом вся суть Дмитрий Дмитрий Давайте второй раунд На самом деле Что хотел сказать Вот когда Игорь Борисович Тот Который в Цюрихе В шоколаде Да, в шоколаде сейчас Когда Он мне кинул ссылку Я вот первый раз И первую же Первую песню Которую услышал Вот эту Которую вы исполняли Только что Вот я ее тогда Услышал Потом с кем-то поделился Кто-то мне ее вернул Обратно услышал Второй раз Вы вот сейчас Вот репетировали И ее получается третьей Сейчас услышал Снова в исполнении Такое ощущение Что я с ней уже давно Ну, в принципе Это что я хотел сказать Теоретически С точки зрения Наверное, продюсера Это песня Которая могла бы жить Я вот подумал Что если бы она была Она, кстати, где-то в ротации Сейчас или нет Или это Сложно сказать У нас недавно Только вышел Сейчас клип на эту песню И она вот сейчас Начинает жить Посмотрим Надо посмотреть Что там в Ютюбе Происходит Что происходит Все-таки вы ее выбрали Для того, чтобы клип снять На ней Да, но у нас немало видео На эту песню Есть у нас видеоклип И, кстати, героиня Этого клипа Она здесь Татьяна, можно вас попросить Представьте Давайте, давайте Выпейте вперед Вот Вот она Даша Все по-настоящему То есть это та самая Когда солнце умрет Все умрет Все умрет А ты каким-то образом Но буду повторять Но буду повторять свое имя Совершенно верно Вот для меня Это загадка Это фантастика Да Ты тем временем Живой И Называешь ее имя Это интересно Единственное, что Вот выпад на двухголосе Почему-то не очень яркий Он должен был быть Гораздо ярче Если что касается Того, что я сейчас увидел Вот его ждешь Да Вот Выход на это Все Подождь, чтобы был крик Вот крика не услышал А давай теперь вот так Пойдем Марин Да О, наконец Так Ну, ребят Что я могу сказать Вообще У меня сначала к вам вопрос А вы вот свою музыку Можете в какой-то жанр Скажем так Запихнуть Или охарактеризовать Вот как вы считаете Вы какую музыку играете Вот это что за музыка Ну то Так А с точки Давай Хорошую Хорошую А с точки зрения жанра С точки зрения жанра Не хочется себя ограничивать Мы уже Как музыканты Достаточно зрелые Играем просто музыку Передаем какое-то Внутреннее настроение У нас нету такого Что Мы играем панк-рок И никуда Не можем Типа вступить На другую территорию Нету такого То есть Мы передаем Своё внутреннее состояние Какие-то свои Внутренние переживания И Еще раз повторюсь Так как музыканты Мы уже Тертые Да Тертые Мы как бы Имеем определенные Стилистический багаж И мы Варьируем Ну вот на ваш взгляд Это коммерческая музыка Или нет? Я Знаете Я могу сказать Вот лично за себя Что Уже Давно Разочаровался В музыке Как в коммерции Вот И Просто Делаю то Что мне нравится Не Ну понятно Знаете Я отвечу на этот вопрос Наверное Я бы сказал Что это Музыка В принципе Мейнстрим музыка Это можно Зать роком Не знаю Где-то Поп-панком Поп-роком Разные есть термины Вы знаете Если зайти на iTunes Посмотреть просто Можно сойти с ума Ну там Допустим Ранетки Это поп-рок А пинк Это панк И вообще Ну то есть По-разному Давайте будем считать Роком Все-таки Скорее Потому что Это Более Правдиво Нежели поп Что касается Песен Самых Я просто думаю Что мы делаем Прежде всего Песни Мы не играем Партии Мы не играем Что-то отдельно Какие-то виртуозные Штуки Заморочки Но мы играем Музыку на русском языке Все-таки Я думаю Что для Зарубежья Такие гармонические Построения И такие Аранжировки И такой тип Стиль музыки Он более мейнстримовый Чем для нашего Допустим Пространства Медийного Мы пытаемся И делаем На мой взгляд Это качественно Для себя Самих прежде всего Это на русском языке Это Вот Вот о чем мы с вами говорим И я говорю И вы говорите Мы говорим о тексте Что ты имел ввиду Да Ну вот Это наше Это все Наше навсегда Мы будем обсуждать тексты Докапываться до смысла А в некоторых песнях Это в принципе не важно Ведь можно просто Обойтись музыкой Но Тем не менее Это происходит Но вот у меня Вопрос-то был с другим Связан Сейчас вот чисто Взгляд со стороны Вот на мой взгляд Тоже в принципе У меня есть багаж Наслушанной музыки Мне кажется Это в чистом виде Коммерческий рок Вот этот Именно этот трек Вполне мог стать Саундтреком Какого-нибудь фильма Например Мы тоже так думаем Да Запросто Мы тоже так думаем И честно говоря Я думаю Что Я даже не про нас Сейчас скажу Мне кажется Что в этом жанре У нас в России Мне кажется Неплохо бы Добавить вот этой музыки В принципе в медийное пространство Пусть это будет Татуин Или не татуин Но мы Просто чувствуем Что мы бьемся Нас немного Вот кто примерно В этом жанре Да Коммерческая музыка Это здорово На самом деле Если она востребована Но я на самом деле Вам еще ложку дегтя Приготовила Вот с этой подводкой С коммерческой музыкой Коммерческая музыка Она В какой-то момент Становится безликой И вот у меня Еще один к вам вопрос Вот Когда мы боремся За аудиторию Мы пытаемся Как вы говорите Самореализоваться Играть то Что вам нравится Вот Я вас Скажем Ну например Я вас вижу Первый раз Допустим Слушаю вас Я хочу Допустим Мне понравилась одна композиция Скажите По какому признаку Музыкальному Вокальному Или еще какому-то Я смогу узнать Вашу следующую композицию Вот как я вас могу От всего остального Отличить Вот в этом море Коммерческой музыки Вот на ваш взгляд Дайте нам ответ Вы знаете Я не могу Объективно Ответить на этот вопрос Потому что я нахожусь Вы одинаковые Как все Я нахожусь В подводной лодке В танке Я смотрю на все изнутри Как автор музыки Как аранжировщик Как продюсер Как член этой группы Поэтому нам Наверное Сложно Нам потребуется Внешний взгляд Который Он будет более объективен Я думаю Что конечно же Можно найти Какие-то черты Как у кого-то Да Тем более В этом жанре Сделать что-то Невероятно Такое Отличающе Радикально Ну это просто Невозможно Во-первых Но я думаю Что совокупность Каких-то черт Не знаю Там Тембра голоса Каких-то мелодических ходов Аранжировки Наша задача Сформировать свой Жанр Стиль Для того Чтобы он был Узнаваем Для нашей публики Собственно Чем мы и занимаемся Пока еще сформировать Я вот заметил Здесь уже Разногласия Потому что мы играем То что в принципе Нам хочется Совершенно верно А с другой стороны Есть стремление Прийти к определенным форматам Которую мы хотим делать Которую нам нравится Если вы заметили Что у этой композиции Не классическое Хитовое построение Ну то есть Обычно же Честно говоря Не заметили Куплет-припев Куплет-припев А что там Не классическое Вражировки были Некоторые Не-не-не Вот именно В составе песни Там Что там Ну там Не так Как обычно Виктор Мария Зрит в корень Вот тут мы выходим На это поле Вот я с тобой Я с Кириллом Я с тобой не согласен Почему Потому что мы опять Будем спорить Классическое построение Хитовость Что же Уже давно есть Формула хита То есть вот включаешь радио И 9 песен из 10 У них одинаково Окей Тебе задали вопрос По поводу стили Ты говоришь Мы играем Достаточно зрелая музыка Это видно Что вы То что вы умеете Хорошо играть на своих инструментах Это видно Там К припеву Условно говоря Мы же Тоже все взрослые люди Мы же понимаем Что вы умеете это играть Что вы хорошие музыканты Но когда ты Кокетничаешь Мы уже зрелые музыканты Которые мы стараемся Играть Там Полистиричность Какую-то Это На мой взгляд Очень плохо Если вы в группе Стараетесь играть Какую-то Полистиристику Давайте Значит мы Следующим Можем услышать Семь-сорок Там в обработке Там в панк Обработке Или Дедакофонию Какую-то Или Это же от внутреннего мира Зависит Если у кого-то Семь-сорок играет Плюс Ну пусть он там Семь-сорок играет Нет Ну В любом случае Музыканты Собираются Единомышленники В группе Которым нравится Определенный стиль Давайте поиграем В таком-то стиле Когда Это вас и объединяет Это и должно Объединять Тут не надо Укавить Мы же тут все Тоже Ребята пожилые Как бы И разбираются Я так тебе не относился Совершенно Он девчат Не имел в виду Мне все понравилось Я еще раз говорю Это уже не разбор Это же неприемная комиссия Музыкальный вуз Там где Вы умеете играть на гитаре Или на барабанке Или нет Умеешь ты Ровно играешь в битке Или нет Бред Не та задача Мне нравится такой стиль Мне он не кажется Коммерческим Хотя По построению По посылу Это как бы Коммерческая музыка Это совершенно Она просто очень похожа На всю эту коммерческую музыку Да Когда ты в коммерческе Международно Она все похожа Но это стилистика Во всяком случае Вторая песня То чем она Простите я перебью То чем она похожа На все остальное Делает ее коммерческой А тем чем она Отличается от всего остального Это как раз и есть то Почему вы Теоретически Вот я спросила Чем она отличается Я так не поняла Чем это отличается Синкопами Это был ваш Вы знаете Чем она отличается Она отличается Русским языком Ага Не Неплохой ответ Хороший ответ Тоже да Это Это Очень классная вещь Потому что В русском языке Конечно В первую очередь Стихи превалируют На музыку Ну Кстати Вот мы Спасибо большое Уважаемым ведущим Ваши усы Вне конкуренции Я заведу Такие же Завтра Накладно Спасибо Я хотел сказать Спасибо за то Что вы назвали авторов Вот в этой песне Текст Не мой Не наш Его написала Татьяна Иванова Это в чистом виде Поп Поэт Поэтесса Она там Она написала Для хиты Большие хиты Для Там Для блестящих Еще там Для кого-то Это Она когда не пела Какой-то Группе Нет Она не пела Но она написала Для всех Кто Если поэтесса Значит Если девочка Красивая поет Значит Это Таня Иванова Написала Для нее Вот И Может быть В этом тоже Есть какой-то Извините Коммерческий Или попсовый Подход Потому что Хочется Вот этим русским языком Нашим Достоевским Вот этим всем Груз ответственности Значит Давит Воспоминания И Свежепрочитанная Классическая литература Да Но хочется Вот чего-то Такого Понятного Простого И говорить Простым человеческим языком Поэтому Вот мы Например С Таней Сотрудничаем Потому что На русском языке Вот такую Если хотите Коммерческую музыку Ну Не очень-то просто На самом деле Вот Написать Роман Немножко съезжаешь Раньше Как бы Я понимаю Что есть фишка В вокальной подаче У тебя какая-то Такая своеобразная Ты может Еще Возможно Что-то Еще И в поиске Находишься Но Если Если Отточить Вот эти места Потому что Вся песня Ты немножко Подгуливаешь Там Да По интонации Но Если В двуголосии Отточить Все-таки Да И может быть Даже Где-то еще Добавить Потому что Я Поймал Поймал Ся На мысли Ну ладно Хорошо Соло-гитары Понятно Опять я буду вам Болтать Что Не хватает Моей соло-гитары Хотя Ты в конце Сыграл Кусочек Да Ну почему Вы В конце концов Ну не остановиться Там Да В прошлой песне Басист сыграл Респект тебе Соло-баса Ну Ну блин Ребята Это все-таки Все-таки Опять же Мы говорим Мы учтем Мы правы Я согласен Ну сделайте Какие-то Даже Не знаю Моменты Я понимаю Что здесь Группа Ету не умеет Играть соло Да Там Гитарист Очень специфически Но эти клевые Безусловно У вас в фаршировке Присутствуют Тоже эти ходы Клиновые кусочки Замечательно Строятся гитары Я заметил Это Кстати говоря Каждый год Проходит Фестиваль Многолейкой гитары На Ордынке Я всем говорю Ребята Самая главная Примочка Это тюнер У вас все в порядке С этим Спасибо большое Это очень ценно Ну что ж Время пришло Познакомить Более близко Наших зрителей Прекрасно поддержите Беседу И как-то она растягивается Да Ну давай не будем Начинать с фронтмена Оставим его на закуску На закуску Хорошо На сладкое На десерт С чего начнем Нашим зрителям Салат А давай начнем С того Что мясо Самое дает Вот люди радуются Мясо Давай Давай Кто у вас мясо дает Кирилл Это же вы даете мясо Показывай друг на друга Кирилл Крачанов Ударник Да Это он Кирилл Ну слушайте Давайте я сразу Из чата Пока не убежал От этого вопроса Все быстро Значит А какую группу Вы лично любите Больше всего С кого берете пример От кого вас Вштыривает Ой Очень сложный вопрос Ну вы с Битлз начинали Да Начинал с Битлз А чем А сейчас ты что Сейчас Битлз тоже нравится Нормально Вот и все Начинал с Битлз Сейчас Битлз тоже нравится Хорошо А теперь личные вопросы Все-таки Вы физик-экспериментатор На секундочку Мифи Да Есть такое Слушайте В чем были ваши эксперименты Пока вы еще были физиком И как-то все в музыку Я уже тогда поигрывал И как раз вот Начались там первые Такие серьезные гастроли И я три раза учился На четвертом курсе Потому что не мог все Нравилось Окончить четвертый курс Потому что ездил на гастроли И преподаватели Вообще меня на дух не выносили Ну они завидовали вам Наверное Наверное завидовали Не ну а все-таки Знаете Как это как-то сказывается Что это дало в жизни Знаете Родители думают Отправлять ребенка в мифи Или не отправить Образование Мышление Конечно Конечно Да Что конечно Конечно Да Техническое образование Дает очень много А вот это Знаете Вот это Известная всем вашим знакомым Ошибочная теория О том что вы преподаваете Басоударный Хотя А что вы преподаете Вы вообще Я преподавал бас-гитару И ударные инструменты Какое-то время назад Кому Детям 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 Каким Это такое заведение было Называлось Молодежный музыкальный центр Вот Знаете Хорошо И вот что бы вы сказали Ребенку Вот этому маленькому Несмышленному Сопливому Вот этому Юному Любителю Битлз Который приходит к вам И говорит Дядя научите меня О бас-гитаре Что вы ему скажете первое На барабане Бас-гитаре На бас-гитаре Напутствуйте Не занимайся этим Хорошо Автосцен Не Да я просто Тоже Мне интересный вопрос Кириллу Ну всем Известно Что басист Это неудавшийся гитарист Да Это так или не так Каким образом Ты барабанщик Ну и понимаешь Физик Преподаваешь бас-гитару Барабаны Вообще Мне интересно Что все началось Мне просто Ну я уже играл на барабанах И мне досталась Бас-гитара Совершенно случайно И я подумал Что Мне не мешало бы На ней что-нибудь поковырять И когда уже поздно И дома на барабанах Заниматься Соседи Это не любят Я стал играть на бас-гитаре Брал какое-то количество уроков И постепенно Это все переросло Ну я как бы Я не могу сказать Что я хорошо играю Да Вот Ну то есть я сам Секундочку Ну гитару ты обычно берешь Три аккорда Ты играешь Нет? Три аккорда Ну слава тебе У меня тоже вопрос Кирилл Скажи меня Ты знаешь Что в мифе Юрий Павлович Козырев Не знаешь такого Не слышал Никогда Это выдающийся преподаватель Джазовый Он вырастил Когда-то была Джазовая студия В ДК Москворечья Она там до сих пор Помогает Да Вот он был Один из основателей Один из самых главных Преподавателей Очень много звезд вышло Из-под его крыла Он был То ли профессор То ли доцент Мефи Я просто Когда преподавал там Я его не знал И фамилии Это не слышал Но вот То что джазовая студия Да Там рядом Через дорогу Как вы сегодня Хорошо Какая сегодня беседа Вообще душевная Ребята Вам привет Из Екатеринбурга Вы с юмором Это хорошо Выходите На сцену И кстати Появилась такая идея Может быть Не будем Вот сейчас Прерывать Вот этот порыв Рок-нерольный И пускай Ребят Коль мы уж так Затянули Обсуждение Сразу две песни Давайте две песни Две песни Пацаны Одной Давай Все Скажите только Они-то готовы Объявлять Они же не знают Нет Мы заказываем Правильно Сейчас Да Да Вы заказываем Давайте считать так Что вы уже заказали Я просто объявляю Легкий криминальный оттенок Следующей композиции Компенсируется Детской непосредственностью Лирических героев До чего доведет Эта кривая дорожка Песня Композиция на аэроплане Музыка Кузьмина Роман Слова Иванова Татьяна На аэроплане На аэро неожиданно На нем А вот так Хорошо А следующая композиция Какая будет Следующая Но он стопом Да Ну давайте А потом ясно Как Ну давайте Развлечим Давайте Давайте ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Нас не найдут, нас не поймают Добавил субтитры DimaTorzok А может быть мы махнем вокруг земли Давай полетаем с тобой вдвоем На аэроплане друг друга украдем Давай полетаем с тобой вдвоем На аэроплане друг друга украдем Нас не поймают, давай полетаем Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok С тобой зелёное солнце с голубой травой И мир другой вниз головой И мир другой вниз головой Вечный двигатель, пьяный добытство Не даёт сердцу остановиться Мало неба, но мало невета земли Уходят закат кораблей Вечный двигатель, пьяный добытство Не даёт сердцу медленно биться Мало неба, но мало невета земли Покой только снится нам звёздной пыли Не даёт Мало неба, но мало невета земли Уходят закат Вечный двигатель, пьяный добытство Не даёт сердцу медленно биться Мало неба, но мало невета земли Уходят закат кораблей Покой только снится нам звёздной пыли АПЛОДИСМЕНТЫ Ребята ни хрена не боятся по наблюдению копа Кстати, привет, спасибо, что присоединились к нам Немножечко подкрутите вот это, а то и не боятся Теть, я могу начать сейчас Давайте, прям вот так вот Ну, опять Ну чё, пацаны, ничего не могу другого сказать Опять мне не хватило солдат, ну хоть убейте, ну блин Ну, Олег, ну ты же не поёшь, блин Ну чё ты возьми, сделай партию нормальную Включи дистошин в конце Ведь в чём, в чём смысл, как бы Пел же классик нашего отечественного говнорока Я всех мочал и застебаю, нажав ногой на мощный фуз Да Ну, да чего тебе фуз там? Чё ты там Мочалки проставил Да, где мочалки, да Где фуз? Не услышал Не услышал опять второго гулята Хорошо, ну где второй голос наверху? На, 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 на Ну чё, ты не можешь пропечь Disability? Не отмолчь Это же рок-музыка, ребята Пашем, уйди отсюда Всё, мы его меняем Я могу потренировать Тебя обращайся, Олег, не стесняйся Ты со мной в туалете поздоровался, значит получил бонус уже Отлично Ну а что? А то нет, а мунинул Да Секундочку, рано смеешься, Ромочка Значит, ну это опять же, это не критика, это пожелание по поводу аэроплана А что если я так подумал, да, вот, ну в будущем творчество, сейчас конечно уже поздно об этом Говорят, ты там пошел наверх, ты в мемажоре, ты говоришь, пил, да, эту песню Но наверху ты немножко захлебнулся, тебе не хватило, у тебя какой диапазон? Ты вообще тенор у нас или кто? Я хрен его знает Ну, судя по всему, нет, подожди, секундочку Нет, если серьезно, я баритон Но соль я пою, да Соль поешь, да? Вот сейчас было соль Наверху, да? А если в мемажор, то даже может соль диезка Да, тоже поется, но поется Вот, а что если, я не говорю конкретно к этой песне, да, на аэроплане А что если, ну, можно попробовать, конечно, да? Просто опустить в ре, например А, ты забрал, тихо Да, ну подожди, ну что, извините, извините Драка, да Есть И работать наверху спокойно Ведь рок-н-ролл, он опять же, он подразумевает О чем мы говорим? О том, что пробивало Потому что вот это бубнение внизу Это нужно звукорежиссеру постоянно работать Знаешь, если вы ниже опустите гитару И будете чуть вверху петь Пускай там где-то на пальцете Это будет более выигрышно Мы сейчас говорим не о том, что хреново А о том, что можно улучшить Потому что вы свою задачу выполнили Все у вас ладно звучит Но я с позиции уже продюсера смотрю на группу Ну, если серьезно, выбор таких вещей, как тональность, темп Это очень важная вещь И, конечно, все это учитывается Дмитрий, вы меня поймете Можно на ты, брат Да, Дмитрий Хорошо Понимаешь, какая есть проблема Риффа не будет тогда В дропе, если минус тон убрать То рифф, он, в общем-то, разваливается Он уходит А вот мы с тобой поспорим на эту тему Мы поспорим на эту тему От струнок зависит От примочечек зависит Я сейчас уже не помню Я делю на гитаре Это мы будем с тобой спорить Я сейчас занимаюсь группой круиз, кстати говоря Вот этой классической группой Понятно, что сейчас идут споры Какой круиз лучше Да, классический круиз 80-го года Или метальный круиз Середина 80-го, начало 90-го, скажем Но я, опять же, что я сделал Я все понизил на тон Стали петь выше Ну, где-то, может быть, ниже А припевы пошли повыше И с риффами Просто надо с ними работать У нас есть такие песни Вот я просто поделюсь в программе Которые записаны ниже Поются на октаву выше На студийном варианте Есть вот на альбоме, на нашем, например Вот, но для живой игры Мы их двигали по тональности Чтобы просто Чтобы это все произошло Потому что Одно дело на студии спеть один раз Допустим, да? Не, не Мы сейчас обсуждаем Другое дело, когда ты играешь Там полуторачасовой сет И как бы Да, да Ну, спасибо Я считаю Это очень справедливое Очень точное замечание Это Вот эта Вот эта вот вся математика Она, да Ее нужно решать как-то Эффективно, я бы сказал Я говорю об убедительстве Об убедительстве Это объективно То, что вижу, о том пою Я еще не все сказал Но, Витя, извини, пожалуйста Ты все сказал, да Да Сказать Да, еще Сэкономить Я, в принципе, Дима все сказал Но У нас тоже нет соревнований Потому что Кого начинают все профессионалы Такие, что Мне вообще показалось Что надо было все В рэ перестроить Всю технику Но это вы объясняете Да, там вот это Я не владею Гитарными примочками Поэтому Так что связано Не, не, извини Там надо и послушать Например, если мы Это самое Хит Я считаю, что это хит Хит, ребята Да, в песках Татуины А попустим на тон То Там открытый строй Там нормальные аккордики Они берут Там с девяточками Там все модно Не все Окей А мне просто показалось Что все перестроить Можно перестроить И пользоваться Каподасером опять Ну да Тогда бы Звучание было Тремоло у вас Я машинок не увидел Вот это Вэээ А то, что я люблю В гитаре Хотя Еще нет предела совершенства Олег Возьми на вооружение Пожалуйста Я тебе расскажу Как пользоваться машинкой Как делать бэнды Последний Скажу, чтобы подать слово Потом сейчас в бэнде Я таких слов не знаю Положить струны Куда-то Чесалка Ко-ко-ко-ко Меня немножко подломало Что очень точно Все время повторяются Одни те же ноты припева Ну то есть Старательно выпиваются Некоторые считают Что это преимущество У меня вот есть Товарищ Ты хорошо запомнил мелодию Товарищ Из Норвегии Звукорежиссер Такой интересный Кое-что мы с ним вместе делаем Он, например, вообще Когда мы с ним что-то записываем Это вообще отдельный аттракцион Когда мы пишем на русском языке Да, то есть Он с ума сход Ну неважно Так вот он, наоборот, например, считает Я не оправдываюсь Я просто говорю, что есть мнение Что, например, повторение рефрена Там больше, чем есть Очень приветствуется в некоторых ситуациях Ну, великие группы Где, как правило, не повторяются Вот те, кого я Для меня эталоны Как правило, не повторяются Мы не претендуем Особенно, если многократно повторение припева Чуть-чуть добавляется Мы не претендуем на чемпионство В повторении рефренов Мне просто это бросилось В двух песнях Я заметил, что четко Как будто, знаешь, как В компьютер забито Шаг вправо, шаг влево И особенно, если ты еще чуть-чуть Наверху высоко Когда ты импровизируешь Ты как бы хватаешь эту ноту А не дотягивай Это одно А когда ты стараешься старательно выпивать То, понятно, что Или тебе высоковато Или, ну, давай мелочи Скажите, пожалуйста Можно я в жюристь прошу У нас песня получается? Да, конечно Песня получается Вот для меня это самое главное А работать, безусловно, нужно всем и каждому Мы же говорим не о том, что получается Пока нас по гробам не разложат Мы говорим о том, что не получается Надо работать Вот, поэтому Спасибо за вот эти вот точки Ну, я могу, да? Кстати, в продолжение темы повторов Мне вообще показалось, что их не только в рефренах много Их вообще много И в куплетах И вообще, на мой взгляд Достаточно скудные мелодии С точки зрения развития Вот это я прослушала 4 композиции На самом деле я и слушала вас До того, как прийти сюда Посмотрела Это прям тенденция у вас Мне кажется, что Есть смысл Попробовать поэкспериментировать Это реально Тема не только в припевах Да? И в куплетах тоже повторов много Но я хочу пообщаться У меня вопрос Не это не сочтите за оскорбление А у вас есть люди С музыкальным образованием В группе? Есть Много? А скажите, с каким? Кто? У кого есть вообще музыкальное образование? Какое? Физика отпадает Следующее, да Не уроки музыки в школе Или музыкальная школа Профессиональная Класс фортепиано Нет, а профессиональная Есть училище, институт? Нет, я в Гнесенку собирался Но, слава богу, не пошел По фортепиано А я Я не считаю, что это какой-то минус Да? Что если нет образования Но вот у меня вопрос Нет, это очень помогает Это вообще Да местами иногда и мешает, если честно Вот эти шаблоны, они иногда и мешают Но в данном ситуации У меня вопрос Ром, а вот не было желания вокалу поучиться? Я занимаюсь вокалом Часто? Довольно часто Ну сколько раз в неделю? Вот прям с педагогом? Да, с педагогом Бывает Ну, в общем, это такая проблемка на самом деле Не так регулярно сейчас, как хотелось бы Но в графике, когда нахожу время, я занимаюсь Вот чтобы вот Опять же, туда же в тему Чтобы доносить эмоции, содержание Все-таки хочется что-то более качественного Мне кажется, что музыка неплохая В принципе, имеет право на существование Но вот качество исполнения вокальное Вот мне прям реально не хватает Содержание содержанием Да, там эмоции, эмоции здорово Там дикция, посыл, все здорово Но качества вокала, ей-богу, прямо его катастрофически не хватает Надо что-то делать с этим Окей, хорошо Я бы сказал, что есть разница между записью судийной Прям огромная Да, то, что здесь Это говорит, что все есть Но чего-то надо отточить Вы когда-нибудь слышали живьем группу «Блинк» в «Анэй Ти Ту» Например? Ой, лучше не вспоминать Бывает, да А я, кстати, их очень люблю и ходить на их концерты люблю А вы когда-нибудь слышали живьем группу «Фу Файтерс» Допустим? Нет Ну и так далее Но я своих звезд, своих кумиров однажды услышал И там тоже было не все замечательно Но там были сопутствующие детали, почему так все произошло Просто можно не опускать даре мажора Остаться в ми-мажоре и исполнить все это качественно Просто поработать вокально Мне кажется, что просто ты баритон Я пошел работать Мне кажется, что ты больше баритон Сейчас, после объема Да нет, нет, все справедливо, я считаю После баритон ты, да, по эмоциям Хочется быть, ну, больше теноровым Вот то, что говорит Дмитрий Внизу хуже звучит Это нужно просто поднимать Я люблю, к слову, говорят о музыке Да, я, допустим, люблю вокалистов Не сильно вокальных, да, таких как Не знаю, Том Пэтти Тот же, допустим, группа Смешин Памкинс, например, да Всякие разные такие вот вещи, да Там не про вокал Там про подачу, про материал, про уверенность Вот ты Леонарда Коэна, не хочешь вспомнить? Нет, Леонарда Коэна, это другая Это другая лига Там именно про это, про все остальное Только не про вокал И однако он гений Да Но все-таки в рок-музыке хочется, чтобы Просто получается, что из европейской неплохой музыки В связи с вокалом получается такое нехорошее слово Есть такое вот, Дмитрий его произнес Но, опять, не в обеду, говнорог Вот этот вокал, он ведет именно туда Вот в эти 80-е Когда в приоритете было слово, а не качество вообще общее Вот, на мой взгляд, это минус, мне так кажется Это когда было? Ну, когда-то, мы учились на 80-е Это происходит до сих пор До сих пор, на самом деле Вы знаете, вот у нас есть Без имен, ладно, а то дальше неудобно будет У нас есть не так много ресурсов, которые Медийных, которые вещают Рок-музыку, да? Ну, так сложилось просто, да? Вот на этих известных ресурсах Например, я полагаю Считается, что наша подача Она, наоборот, недостаточна Эмоционально русская Все Душа недостаточно Мне Олег очень понравился Это было круто А я вам не понравился? Лидера в общении Я очень хотел понравиться Всем девчонкам здесь Очень хотел Нет, я про подачу Чисто Спасибо Ладно, что, надо Тем более, есть у нас еще досье Пройти Я, как всегда, немножко о поэзии Ну, так Смеха ради Тем более, вы же придаете этому большое значение Вот мне понравилось, что Значит, пойдем со мной И ты узнаешь Но здесь Дело не в этой фразе А вот, например Весь мир в руках Бери и клади в карман Просто мир на ладони И мир в кармане Это разный космос Это Так он Либо в руках Либо в кармане Как бы О чем поэзии Вообще достаточно В тексте Очень забавные вещи Случаются Могу сказать Ответить Что Если текст не важен И в принципе Не важно О чем там поется Потому что есть Такой Ну, тогда Знаете, в разных песнях Разная его функция Не, имеется в виду Что действительно Не важно Есть определенный порыв И слова не имеют значения И так далее Но это специальный текст Где слова не имеют значения Кстати, очень сложный А тут Как бы Есть И по поводу Тертых музыкантов Тоже ради смеха Опять Вы же сказали Что вы тертые музыканты А вот, пожалуйста Читаю Так Но не счесть Непройденных дорог И еще Ненайденных миров Фраза такая Очень молодежная Да Вот такая молодежная поэзия Когда все еще впереди Все еще надо искать Там Гомилева есть Как много Пройденных дорог Как мало Пройденных дорог А как много Сделан наших Ошиба Это ж ты Вот ты Прям совсем Вот сейчас А что делать Просто интересно Ты обращал внимание Вот там 18, 20 лет 25 и так далее Непройденных дорог Там что-то вперед И начинается Знаешь, такое 40, 50, 60 Я вам потом расскажу Дороги все пройдены Жизнь В общем, короче Вот просто интересно всегда О чем вы будете петь Лет через 30 Если хотите Я вам расскажу О песне Любопытство Эта песня Она имеет конкретный смысл Конкретный сюжет Слова в ней Не являются теми Которые просто Слова ради слов У нас давно Была идея Написать песню О Очень большом Приключении Человеческом Вообще О миссии на Марс Есть такая миссия Которая называется Curiosity Любопытство Это ровер Который несколько лет Живет на Марсе Насовский Который запрограммировал Запрограммирован Кстати Каждый год Петь себе Happy birthday to you Потому что он там один И мы там одиноко И Вообще Мы в принципе Думаем Что это Клево писать О чем-то таком Интересном Научном Ну действительно Оно что Глобально Для человечества Самое интересное На мой взгляд Это космические Лунная гонка Освоение Марса Вот миссия Кассиния Недавно была Это верно Вот И вот собственно Об этом песне И непройденных дорог И мир другой Вниз головой Это все о том Верно Это для глобального Для человечества А для наших зрителей Интересно Кто к нам сегодня Пришел в гости Итак продолжаем Ну как минимум Ребята Значит красавцы Отлично они играют Отлично Нормально играют Нормально Отлично играют Сейчас с вами Странник Ну что вы хотите Там просит человек Акустику И женский вокал Да Дайте пожалуйста Следующую песню Акустику И женский вокал А пока немножко О вас Значит с кого А что Еще один человек Да За мясо Ответственный Второй А может и первый Я не знаю Максим Фирсов Бас-гитарист Группой Татуин Маш Ну я когда прочитал Вообще Вы же сессионный музыкант Так И с каким количеством Групп и стилей Вы играете Не пустите Что параллельно Потому что Здесь и кантри И панк И Алина Джанабаева И все Как это все Укладывается В вас Оно там Как-то замиксовывается А потом Вот таким образом Выплескивается А вот То есть Вот там Подожди То есть Там это Какая-то работа Которая Вот это Заставляешь Тебя заставляешь А тут Не-не-не Короче На что ты готов Пойти ради денег Хотели спросить Ведущие С кем Я С Лепсом сыграешь Передумал себе По-другому Я прошу сразу Очень много денег Чтобы те Кто мне не нравится Ко мне не подходили А если у Киркорова Хватит Пойдешь с ним играть Нет Ты же какой горный Хорошо А как это Уживается Рок и кантри Вот это вот Последний А рок Он из кантри Вылез Как собственно Да Вылез Вылез из кантри Не засуднешь Обратно Никакой Ирландист Все Этилемистичная Картинка такая Вылезающая Рок из кантри Хорошо Слушай Подожди Здесь был момент Который выглядит Кульминционным В твоей истории Когда ты сыграл С кумирами Своего детства С Альянсом Было там? Да И как они? Как вообще? Вот ты вырос Хорошо Они выступают Они остались кумирами? Вот в этот момент Мы играли на городском празднике Поэтому я не знаю Остались ли они кумирами Бабушки были в восторге В полном Вот кого нам не хватает Среди зрителей Спасибо Спасибо, Максим Я хотел рассказать историю Быстро Двух слова Давай Есть басист Если я не ошибаюсь Виктор Бейли Который играл В Эд Репорт Когда-то А потом У него был большой тур С Мадонной Я смотрел Этервью И вот У него ведущий спрашивает Типа Вот ребят Ты в каком стиле сейчас играешь? Он говорит Я играю Хаус Мюзик Он говорит А что Мадонна играет Хаус Мюзик Естественно Концерт отыграл Дом построил Нормально Нормально Слушай Твой кумир Ну вот Басист тоже С кого? Я басистов не люблю Я барабанщик Правильно Барабанщик Хорошо На кого молишься из барабанщика? На Кирилла, конечно Отлично Он всегда под рукой Пока не верит Это в хорошем смысле Тут такого не бывает Такого, да Следующий Ходите анекдот про басиста Музыканты Давай, унижай, конечно Но Макс не обижается Знаете, чем отличается Хороший басист от плохого? Вообще нет Ничем Отлично Подождите Подождите Давайте еще пару слов Об Олеге Олега Тебя девушки любят Мы это уже узнали Да, ты самый Да, вот это Ревнуют парни К твоей популярности? Чьи парни? Так, ну подожди Это те парни Которых любят меньше А, я думал парни Этих девушек Которые меня любят Олег Олег Значит, Олег Бережной Гитарист Группы Татуин На место которого Метит сам Дмитрий Четвергов В общем В непростой ситуации Оказался Олег Олег, но Ты ведь парень Не слабой истории Все-таки Станки Инфокультуры Институт информационных Технологий Тема твоего диплома Помнишь еще? И где ты зарыл Этот диплом? На самом деле Я до сих пор Даже глаза не видел Ага Ну ты Ну слушай Вот эта история Ну ты можешь сказать Сейчас уже С высоты опыта Своей жизни Что не надо было Идти в вуз Надо было сразу На сцену Или музыкальное училище Например Не, я нисколько не жалею Я считаю Что я все правильно сделал Хорошо Именно вот Именно туда Я прям До сих пор благодарен Судьбе Что я именно туда попал Именно в этот год И так далее Ну ладно У тебя все началось С металлики Все-таки Да, так получилось И поэтому Как-то недостаточно жестко Все-таки В итоге Нет, а станкин жестко Это логично Ребята Выходите на сцену Они возвращаются Татуин Возлюбленные После долгой отлучки Что из этого выйдет Слушаем Парни Вы вообще поняли Чего вы сейчас поете Слово Лучка Как-то пугает Хорошо Больны тобой Музыка и слова Роман Кузьмин Ну давайте Конечно Вот начало Кстати У нас хватит песня Специально для вас Не специально Но так получается Да А так же Специально для одноклассников И Вконтакте Вот еще Вот так Ты просыпаешься Да нет Опять ты не спала Ты в этом сяб Мы разгоняемся И проскружат твои снега И холода Я улечу опять За сто моих Сказав Что не вернулся Жен Продругший Чуть В бой Но знаешь Я всегда Вернусь к тебе Забыв себя Забыв о сне Ведь Мы все Вольны Тобой Здесь Снова Смех Заметный Бег И мы С тобой Опять Встретимся Ты нам не нравишься Хоть так строгая Дала Пора Но Где одна Посмей Справимся Ты Так долго Не спала Тогда Я улечу Я улечу Опять За сто Морей Сказав Себе Да черных Сней Там Края Есть Потепей Но Будут Эти Звезды Выше Мне Шип Так Не О ночной Тебе Мы Все Вольны Тобой Здесь Вновь Сне Заметный Бег И мы С тобой Опять Встретимся Здесь Снова Сне Заметный Бег И мы С тобой Опять Встретимся Я Улечу Опять За сто Морей Сказав Что Не Вернусь Уже Продрогший Чуть Живой Но Знаешь Как Всегда Вернусь К тебе Забыв Себя Забыв О сне Ведь Мы Все Больны Тобой Просто Снег Я Улечу Опять За сто Морей Сказав Не Вернусь Уже Продрогший Чуть Живой Но Знаешь Как Всегда Вернусь К тебе Забыв Себя Мы Все Больны Тобой Я Улечу Опять За сто Морей Сказав Себе Как Жопы С ней Там Края Есть Потеплей Но Будут Эти Звезды Выше Не Жив Вдать Не А Ночной Тебе Мы Все Больны Тобой Просто Снег Тобой Уникальный Слушай Ну Ничего Себе Слушайте Это Нам Спасибо Здесь В одном Месте В тексте Мы Все Больны Тобой С большой Буквы Тобой Это Кем Тобой Повис Вопрос Хорошо Ладно Ребята Отдыхайте Сейчас Они За все Ответят Сейчас Они Присядут И они Сразу Будут Вашими Дмитрий Чтобы Сидели Когда Вы За Давайте С этой Стороны Пойдем Игорь Борисович Готовы Приложить Нет Игорь Борисович Не готов Потому что Нам пишут Нам не пишут Мне позвонили Убрать Определенную Частоту И добавить Кое-где Компрессор Сейчас Я просто Дал телефон Кому Это Ничего себе Да Понимаете Вот так Нам Написали Откуда Надо Я Не в Состоянии Да Я Что-то Скажу Но Чуть Позже Сейчас Решу Вопрос Нам Советуют Что-то Делать Мы Советуем Что-то Делать Ребят Теперь Вы Нам Посовет Что Делать С Компрессор Вы Нас Обсудите Уже Наконец Сломаем Среди Так Сложилось Так Сложилось Что Бывать Вашей Роли Ну Тоже Некоторым Из нас Приходилось Иногда Приходится Кому это Кириллу Мне Тоже Максиму Но Неважно Честно Не об этом Я Я знаю Что будут Вопросы Про текст Поэтому Я сразу Все карты Раскрою Собственно Просто Поясню Честно Говоря Это Песня Очень Личная Песня О Москве Вот И Можно Было Конечно Петь Мы Все Больны Москвой Но Захотелось Петь так Потому что Как же Тогда Петь В Питере Классно Кстати В Питере Отлично Выступает Ну да Но Промощь У нас Хороший Контакт С питерской Аудиторией Питер Привет Питер Мы вас Очень Любим Скоро Приедем Да В ноябре У нас Там Концерт Так Вот И В общем То Эта Песня Она Была Написана Скорее Для себя За час В самолете Я летел Так Получилось Что я просто прожил Какое-то время За границей Вот И Как там Так сложилось Недалеко Правда И Был период Когда очень Устал от Москвы От темпа От всего Вот этого И Очень кайфовал Первое время Но потом Почувствовал себя Намного Большей степени Москвичом Извините Русским И Захотелось Еще больше Петь Песни На русском языке Именно И вот Один раз Я летел Это было По-моему Из Вильнюса И вот За полтора часа Перелета В общем Я прилетел С песней Вот Буквально Через пару дней Мы встретились На студии Накидали Там просто Под акустику Очень простую Аранжировку Там Не знаю Мы эту песню Наверное Недели за две Записали Вот От начала Просто идеи И И еще Через месяц Сняли клип Такой Зимний Здесь в Москве Я не собирался Совсем Потом Было интересно Мы посылали Несколько песен На одну известную Российскую радиостанцию Там были Значит Такие Там Пободрее Так сказать Там Такое Все Такое Вот Такое Вот И была Вот эта баллада В общем-то С низким Вокалом Извините Бубнящим Отчасти Да И они Ого Говорят А мы Вот это Вот хотим Мы вот это Берем И она В эфире В общем Звучит Эта песня Для меня Это вообще Очень непонятная История Вот С музыкальной И с выразительной Точки зрения Ну вот Вот такая Вот история Может эти люди Что-нибудь Прояснят Ну Здесь Даже Говорят Та же самая История Или так Другими словами Та же самая Фигня Олег Чуть-чуть Помягче Надо вступление Было Сыграть Вот кстати Кирилл Так мягко Начал Спокойненько Ты немножко Еще Подачу Убери Потому что Ничего не слышно А Роман Поет на пределе Там внизу Ничего не понятно Такой Дарстрайс Кстати Ну тоже Тоже самый вариант Ну там Так вызвучен Голос Марка Нофлера И у него добавлено Столько Но в Олимпийской Бел когда Было Трудно Разобрать Вот если я просто Поделюсь вот этим У меня вокала Выше крыш Я от него вешаю Сейчас просто Мне тяжело Я понял тебя Ну это все понятно Вы первый раз Сегодня исполнили Эту песню Но на будущее Учтите Здесь под каждую песню Нужна такая гибкая Отстройка Можно найти середину Безусловно Но это все зависит Опять же От Я не случайно Сказал про Олега И про Кирилла Вот Чтобы начать Еще более вкратчиво То есть Убрать Всю подачу Очень легонько Чтоб голос был Ясен и понятен Дальше Все стали петь Нифига я не услышал Никаких голосов Максим Не твоего Олега опять не услышал Ну честно Был бы у меня миллион долларов Я бы потратил Конечно большую часть На свой проект И я бы вам отцепил На продюсирование Если честно Вы мне очень нравитесь Вообще Вы классные пацаны Да уже не пацаны Уже мужчины Ты вообще Иисус Христос Вот И Самое главное Что я сегодня услышал Много позитива Светлая музыка Никакой чернухи Никакой пошлятины Ну вот Чисто такие моменты Технические Да и наверное Девчонки там Конечно от вас стонут Не знаю Какая аудитория В основном девчонки Да У вас По сегодняшнему Да Шучу Нет Не ну Но Все равно больше девчонок Да нет или как Я не могу посчитать Молодец Четвергов По делу Бьете Поддерживает Бьете Прям Серце женское Да Прям А в Москве Что тут про Здесь все про девок Все понятно На этом миру Это и держится Собственно говоря Потому что Если бы не было Девчонок То зачем Мы вообще Гитару взяли в руки Респект Спасибо большое Да да Виктор Слушайте Стихи кстати Тут у нас Между прочим Творчество Во всю Прет же Электричество Передается Татуин Москвой Не болен В Питере у них Душа В песнях Слышно Много боли И в вокале Чуть дыша А написал Странник Человек вдохновлен Понимаете Что ты почувствовал Спасибо большое Душа Чуть дыша Свежий рифм Забыл Я знаю почему Нравится эта песня Она мне тоже понравилась С точки зрения Вот такого Родийного формата Она По гармониям Понятная и внятная гармония Сабдонату Доминанту Мажорная Минорная Все Вот как Опять же Секвенция Положенная на Сабдонату Доминанту Все ингредиенты Хита Поэтому Я не удивляюсь Что ее Вы тоже Несчастный человек Вы музыку Слушаете так же Как и мы По гармониям По трекам По балансам Спасибо вам большое За понимание Вот этого всего Я все сказал По ощущениям Она обволакивает Песня Конечно Вот прям Просто погружаешься В нее песня Настроение И кстати Довольно приятное Ощущение Какой-то Такой действительно И позитив И какая-то грусть И я как москвичка Вот прям По настроению Все прекрасно Понимаю В этой песне У меня Так с точки зрения Продюсера взгляд А вы вот Не экспериментируете Со звучанием Нет у вас Такого желания Найти какое-то Что-то необычное Какие-то звуки Я не имею ввиду Гитары То есть живые инструменты А вы не вводите В музыку Что-то сэмплированное Допустим параллельно Чтобы Вместе с вами звучало Потому что Чисто по саунду Оно довольно обычно Все Вот я к чему Знаете У нас сегодня Такая история Это я виноват Не ввели Да Не ввели А чего Должно было быть Что-то Нет вы знаете У нас сегодня Тру Мы играем Насухо Да Потому что До этого Было настолько Много всего Сэмплированного А чего Правильно Не что На прошлой программе А зря Просто Дохотелось Уже Чего-то там Живого Просто Компьютер Явно победил Вот на прошлой программе Компьютер А современный А вот Надо спросить Насколько Вообще Ребята близки Современному Прям вот Современному миру Они же современные люди Аудитория современная Что значит быть современными Люди Не знаю Но скажите Человек Он не должен быть Ни современным Ни каким-то еще Он просто должен быть Кем-то еще Конечно Есть у нас В аранжировках И клавишные инструменты Есть арпеджаторы Есть какой-то программинг Есть Да Вокальные какие-то Синтезаторы Это Но правда В нашем жанре По крайней мере То что мы делаем На данный момент Это не выпячивается Это скажем Поддерживающую Линия Они же должны быть Чтобы уши открывались Да Чтобы вот Не засыпать Вот эту музыку В настроении Но хоть что-то Такое Вот прям Хоп И проснулся Где-то Ну вот конкретно В этой песне Там конечно же Струнные есть Интересно На Руэнстон Кто-нибудь Заснет Без всяких фишечек Нет Без всякого времени По-любому Вот просто Зайти На их концерт Да он курит Зали Невозможно Я не говорю Не курю Он все равно Курит Да Безобразие Есть еще Или я что-то Там Нет Я к этому Курят Ну кстати Я тоже могу Добавить к этому Я не знаю Но Мы же все думаем Надеемся И верим Что компьютеры Роботы Нас когда-то Поработят Правильно И уничтожат В конце концов Потому что Мы хуже их Они У них там Все правильно Это мы Не пройдет Не пройдет Может не пройдет Но может Такое случится Вот И Ну да Семплирование Ну да Надо дружить С компьютером Ну да Искать какие-то Новые формы Звуки И так далее Но за ними За ними Теряется человек Дим Вот И все И получается так Я вот даже сейчас Смотрю и говорю Как класса Столько есть тем Которые так подойдут Под саундтрек Так поддерживают Какую-то Идею Художественную Какого-то режиссера Там Какого-то Но Выступление на сцене Когда Я не знаю Я прихожу Посмотреть на Парней Которые сейчас Всех разорвут Вот здесь И не важно В каком В принципе Жанре Они работают Это что-то Другое Что-то иное Понимаете А здесь Замечательные Саундтреки Которые Я вот прям Видел В различных Картинках И поле видел С выезжающей Машиной Где там Человек несется Не весь куда Вот он как раз Несется не весь куда Потому что Он не знает куда Ему главное Вестись Я это видел Я это слышал И так далее А вот на сцене Мало чего происходило Ну здесь Не хватает В первую очередь Соло Ну это понятно Ребята Это я шучу Да Но я шучу Но я боюсь Марин Понимаешь Чем больше Дружба С компьютером Тем человек Все таки Уходит Да вот не надо бояться Потому что Столько сыграно Но все одинаковое Ну одинаковое Вот есть группа Например Караван Палас Вот выступала Усадьба джаз Я была на концерте Это фантастика У них все сэмплировано Так они вживую Все равно играют Электроскрипка Электро там Велончель Контрабас Ну это звучит Просто фантастически интересно Почему нет Почему не найти Что-то необычное Почему Сохранить свое я Но использовать Новые средства Ведь все это уже использовано У каждого свой путь Несомненно Каждого свой путь Так я вот и спросила Вы его ищете Или хотите Что-то чем-то Вы знаете Мы записали сейчас Извиняюсь Вот группа сейчас Imagine Dragon Она же узнаваемая Ну а уже Ну вот Правда Музыкантов-то там не слышно Нет Дело не в этом Индивидуальность Музыканты не слышат Они помогают Музыканты На разогреве Это мышки на компьютере делают Они помогают Вот этой вот Мысли Творческой Которые Заложены Вот в этом сэмпле У меня такое ощущение Что Они подыгрывают ему То есть Как Безусловно Все это должно Присутствовать В нашей сегодняшней жизни Правда Я не знаю Как вот С полуоттягом Барабанщик ударит Как это сделает компьютер Он сделает это Но над этим Надо будет Очень сильно трудиться Понимаете Вот в этом квадрате А в другом Он это не сделает А я всегда пойму Что например У барабанщика Не у тебя конечно Проблема дома Не дай бог Жена ушла Или наоборот Пришла Понимаете Я это Я это Я это Увижу Все Для меня Эмоции Вот человека Самое главное В игре В музыке Где угодно Где себя человек Только не позиционирует Вы сами виноваты Что мы начали Вот это Дим Ты виноват Ты сказал А давайте-ка О нас Марин Дело в том Что в прошлый раз Мы об этом Долго говорили Потому что группа Как раз Которая выступала Она Без компьютера Вообще не может Я так понимаю Да Ну согласись Потрясающие Аранжировки Очень интересные находки Очень интересные песни Мы так же Марин Мы так же устали В прошлый раз Понимаешь От этого Нагроможения Сэппла А сегодня А сегодня Перед нами живые ребята Они работают вместе Они То что мы находим Они учтут Да Если Это нужно будет Опять же Силистически Потому что Они нашли свою фишку Мне интересен Другой вопрос Как вообще у вас Происходит процесс Вот вы Вообще без клика Да работаете Да Вот мы сделали Композицию Да записали ее Как Что-то двигается у вас В процессе Я имею ввиду По темпам Вот сейчас Мы сыграли пять песен Три были с кликом Две без А Все-таки с кликом Ну вы чувствуете Что мы вокруг него Можем играть Конечно чувствую Я все слышно Поэтому То есть Это механизм Мы считаем Что наша миссия Скорее в этом Нельзя сыграть Сразу все стили Все жанры Вот например Imagine Dragons Я очень люблю И на концертах Был И значит Вот Первая пластинка Мне например Ближе Где больше Драйва То что сейчас Проходит Стадионный рок Они тоже хотят Быть очередным Значит колдплеем На колдплее Кстати я на Уэмбле Тоже был И когда они играют Вот мне кайфовее Когда они играют Йеллоу Когда они играют С криво С оттягом Без клика Когда они играют Клокс Когда он берет Микрофончик Когда он фигачит По соседним клавишам Я кайфую Вот лично я Это мое личное мнение Я кайфую Когда они выходят На маленькую сценку С тремя вот такими гитарками И все происходит При этом есть Большие хиты С фивой лавида И так далее Где сплошные сэмплы Салюты 80 тысяч человек Поют припев Это круто Это разные просто истории Хочется схватиться И за то И за то Вот в нашем первом альбоме Мы схватились больше За Извините За тру Да За гитару За За правдивую Музыкантскую Да Вот такую историю За гитарный звук За Какой-то Ну Наверное Больше за рок-н-ролл Тем не менее Я скажу это слово Да Сейчас мы записываем Второй альбом Там есть разные треки Есть и сэмплы Есть и секвенсоры Может быть Если нам доведется Посчастливиться Увидеться Позже Может быть В следующем сезоне Я думаю Может быть Мы показали бы Что-то такое Вот С насосом Вот Но сейчас Наверное Все-таки Для нас Это скорее исключение Пару треков У нас есть таких Механических Сейчас новых Вот Но в основном Все-таки Наверное Спасибо Роман Спасибо Спасибо жюри Время вопросов Какое-то Ну что У нас остался У нас остался Роман Еще без личных вопросов Давайте копнем Слушайте Ну У нас написано Что вы путешественник Покоритель космоса Выпускник Конструкторского Факультета Московского Автодорожного института Роман Кузьмин Музыкант Композитор Автор Текстов Фронтмен И основатель Татуин Все накричался Нам благодарить Судьбу За то Что ты Не стал Конструктором Автомобиля Или наоборот Переживать Может быть Советский Отечественный Автомобиль Как-нибудь Поехал Ну Институт Помог Конечно Но Вы знаете Это Мы же Страна Какая веселая Значит Называется Конструктор Значит Ну Специальность Моя Была Колесные И гусеничные Машины Это МАЗ 543 МАЗ 537 Это Восьмиосные Такие штуки Которые Возят Вот эти Стратегические Вот 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 Поэтому Наверное Лучше Я буду Делать музыку Спасибо К этим Машинам Возможно Хорошо Ну Нет Ну Все-таки Космическая Идея А вот В какой момент Это появилось Где это в тебя Не является ли это Формой эскапизма С поверхности земли Побег от реальности Я не знаю Это слово К своему великому стыду Эскапизм У меня ассоциации Нездоровые возникают Но К этому не буду Обсуждать Вот Если честно Лично я Мне всегда Это было интересно Мне всегда было интересно Смотреть на небо И видеть его В объеме Физические Явления Не видеть Изображения Я как-то всегда Не знаю С детства Воспринимал Масштаб Вот мы с вами Сидим в этой студии Сравним себя С расстояниями И когда я это чувствую Мне хорошо И я стараюсь Передавать это Иногда Через музыку Кстати Очень странная задача Я при этом Ну реально Я люблю Извините Гитары Все эти Country гармонии А через это Передать космическую тему Очень сложно Но хочется Вот это вот Вот хочется И последний вопрос Вот вы понимаете Хочется Но хочется Пожалуйста Последний вопрос Ты в каких-нибудь Мечтах Себя видишь Стоящим на сцене Здесь салют А здесь 80 тысяч человек Поют припевная песня Знаете Многие говорят Что мы играем Стадионную музыку По фактуре Которая подразумевает Какой-то воздух Какой-то объем Понятно Что шоу Стадиона Подразумевает Другие вещи Шире Больше Продакшн Свет Звук Насос И все вот это Мы все это Прекрасно понимаем Но я думаю Что внутренне Мы Я честно скажу Вот мне здесь Сегодня очень трудно Как-то вот камерно Я с точки зрения музыканта Да Я вначале сказал Что не волнует Иди работать Да Это так Ребят Вы заткните уши Вот Но здесь труднее Чем например Выйти на большую сцену Ну не знаю На большом фестивале Там не знаю У нас трудно У нас Когда ты выходишь И ты можешь делать Вот это все И когда ты можешь Пробежаться по сцене И когда ты можешь Где-то там что-то такое Это кайф И вот ради этого Хорошо Ну пробежаться не получится А вот это можешь сделать Пожалуйста Сейчас Подожди Одну секундочку Дружище Ты не поверишь Есть еще Я тебе сейчас скажу И ты сразу воспрягешь Понимаешь Есть еще одна Удивительная вещь Которую мне приходилось Наблюдать Как группа клоунов В цирке Сдавала свою программу Комиссии Из четырех человек При пустом При пустом зале Ты себе можешь Это представить Да Серьезные люди сидели Но вы не группа клоунов Вы лучше Так что вы здесь В шоколаде Ребята По сравнению С тем что иногда Приходится делать Вы собираетесь все время Жили говорить Ну На каждое Вот это надо ответить Музыканты отвечают музыкой Отвечайте Давайте На сцену На самом деле Группа клоунов Это мы с Ореховым А у вас У вас миссия Ну что же Вам еще на Марс Возможно лететь Потому что жмиссия Всерьез Колонизаторская Жмиссия Значит это завершающая Композиция За время которой Уважаемое жюри Должно заполнить Такие бюллетни Которые мы Потом соберем Бюллетни И Слушайте Хотелось бы Знаете Кровью на них Вот Хотелось бы Знаете Давайте устроим Что-нибудь Дим Давай Может быть Не закончим Эту композицию Вот эту последнюю Так просто А ты Например Под конец Отберешь гитару И наконец-то Соло И соло Там прозвучит Ну Давайте Давайте Все-таки Наши уважаемые ведущие Так расставили песню Что Мы в последнюю Играем две баллады К сожалению А да Тогда Отборачь Хорошо Да мы это сделаем Отыграем баллады Я принесу гитару В следующий раз Да Можно отобрать У тебя сегодня У тебя полномочия Это Это провокация Ну что же Это были полномочия А Чанька Сядет за барабаны Тогда А вот как Нет За барабан Там все в порядке А у кого Предлагаете Отобрать гитару У Ромы Или Олега Какой же Старист гитару То отдаст А кто Черную 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 Свою при чем Да Человек Пускай поет Это вообще Это круче чем Женщина Понимаешь Действительно Ее никто не отдает Но если так Ставить вопрос Конечно Ну хорошо Ну что ребята Итак Кульминационная композиция Что это Орехов Орехов Ожите онлайн Или оффлайн Решайте сами Но сначала послушайте Что скажут ребята В своей песне Музыка Кузьмин Роман Слова Иванова Татьяна Социальные сети Не ожидали? А придется Какие они скромные Когда с утра Понимаешь Что планы все Обломались Вдруг Да будет так И ты из дома выходишь И замкнутый Размыкаешь круг Хоть иногда Вокруг обычные люди Офа не страдают И любят Порой не знаю Куда Иду Ах я Есть жизнь На этой планете А социальные сети Без нас с тобой Точно не умрут Да не умрут Полдня Без дозы инета Без прозы офисов В небо Мы С тобой Глядем И вот оно Понимание Нет так уж плох И реальный мир Где ты не один Вокруг обычные люди Офлайн страдают И любят И точно знают Куда идут Есть жизнь На этой планете А социальные сети Пускай тихонько Горят в воду 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 Угрюмо сидя по дамам Луна отбрасывает тень Целует солнце в губы Весна опять сойдет с ума Еще один хороший день И тратить время глупо Угрюмо сидя по дамам Группа Татуин! Татуин! Космический проект! А именно Кирилл Качанов! Ударные! Максим Фирсов! Бас-гитара! Они же ответственные за мясо! Олег Бережной! Гитара и вокал! Роман Кузьмин! Бронкмен, гитара и вокал! Основатель! Основатель! Собственно говоря, и покоритель космоса! Будущий! Возможно! Татуин! Пока они не улетели обратно на планету! Не надо кричать! Потому что сейчас серьезный момент! Пришел руководитель нашей счетной комиссии! Чтобы взять то, что предвлижет ей по праву! Пожалуйста, сдавайте предвлижение! А сейчас наше жюри отдает частичку себя! Частичку своей души! Ну что ж, как-то отгремела музыка! Если у кого-то что-то есть еще сказать, это тот самый момент! Игорь Борисович, распоряжайтесь! Сегодня много философии, воспоминаний! Кто первый раз где-то когда-то за границей побывал, кто что увидел, тебе захотелось вернуться и прямо наоборот вгрызться в русскую словесность! Ну и, наверное, в музыку! Хотя пользуемся мы все-таки не нашей музыкой! А словесность наша! Это точно! А я вот помню 89-й год Да, 89-й год Первые наши гастроли прям за границей! Прям Франция! Прям весна-буржет! Прям такие люди! Мы тогда пользовались очень сильно популярностью! Мы так думали! Вот! И, значит, на таких понтах Мы приехали, помню, в Париж! Зашли в музыкальный магазин! И с нами еще было! Ты не помнишь, Береза, да, звали этого мастера? Вот гитару он делал! Да, да, да! Вот у нас было с собой, значит, пару наших замечательных инструментов! Мы их пытались, короче, впарить! Я даже не помню! Ну, разные фирмы он делал! Ну, все буквально модели! Да, да, да! Я помню, мы зашли в магазин и вот предложили, показали! Но это было интересно! Русская гитара! 89-й год! Мы вообще там первые! На нас смотрели нам подарки везде! В позе, в тамбуре и так далее! Русская гитара! Это что-что! И вот совершенно молодой парень! Магазин английский! Продавцы английские! Парень тоже был не француз! Обычно английский молодой совершенно парень! Он взял эту гитару, ну, как поюзать, посмотреть, что чего! И он ее просто юзал! И вот в этот момент все наши понты ушли куда-то! Потому что у этого парня совершенно молодого! У него было то, что не было ни у кого из нас! То бишь, у нас не было духа вот этого вот рот-неролла! Ну, я понял, что... Ну, а вот... А он с этим просто живет! Он не какой-то великий музыкант! Он просто английский человек, увлеченный музыкой! Да? Вот я тогда первый раз задумался, а где оно мое? Где оно наше? До сих пор думаю! Но... Кое-что удалось! Я так думаю! Вот! Поэтому... И... Многие... Многие, знаешь, вернулись сюда не из-за того, что очень сильно захотелось чего-то такого русского, а многие вернулись, потому что они поняли, что там... Им с рок-н-роллом делать нечего! Ну, не там родились! Не их вина или что-то в этом роде! Вот и такая вот... Грустная очень! Но! Ну, поддержите! Но! Но! Все идет! Но в те годы, в чате пишут, Борисовичу-то был всего 13 в 89-м году! В 89-м году мне было 20 ровно! 20-м году! Какой молодой еще был? Нет, было 19-м! 19-м! В свои 13 выиграл на все 19-м! Ну что же, если кому-то что-то есть еще добавить... Ну, по поводу этой песни я бы хотел сказать, что мне здесь не хватило коды! Как-то так, угрюмо, сидя по домам, все раз, как-то я думаю, а где еще там... Ну, не важно! А нам не хватило вашей гитары, Дмитрий! Не приходите сюда без гитары! Я уже сказал по поводу соулт-гитары, конечно, в следующий раз я приду с гитарой обязательно! Да, но и Виктор с гитарой! Дима, не просто с гитарой, еще с кодой приходи в следующий раз! Нет, я сейчас конкретно могу предложить, что делать! Вот конкретно и... Да, и мне не хватило здесь никакого-то бриджа, какой-то немножко чертовщинки, почему? Потому что вот на этой строчке, пускай тихонько горят в аду эти социальные сети, какое-нибудь отклонение небольшое! Вот какой-то песни у вас что-то было, похоже на Led Zeppelin с пониженной первой ступеней, или пониженной восьмой, так скажем, да? А вот здесь что-то не хватило, какого-то репец какой-то! Все-таки рок-н-ролл, Рома! Вот ты же, ты же создаешь эти песни, да? Ну, сейчас, подожди, я еще ничего скажу! А сейчас лучше не отвечать, пусть это вот так и повезет! Да, еще надо понять, как вы делаете аранжировку! Ты сам делаешь аранжировку, как бы потом на суд ребятам отдаешь, или вы месяц собираетесь уже, как бы делаете совместно, как бы доделываете! Ну, вот есть какая-то драматургия, где-то не хватает, да! Знаешь, надо просто представить все себе, на мой взгляд! Вот сейчас конкретно мне не хватило в этой песне, не хватило двух мест! Бриджа немножко смурноватого, чуть-чуть, чтобы оттянуть, да, вот это вот солнечное настроение, да! Суциальные сети, да! Ну, есть, конечно, гадость, безусловно, в этих социальных сетях! И, может быть, есть смысл отобразить как-то это в музыке! Потому что в тексте есть это, да, но в музыке этого не было! И не было коды, потому что можно было... И еще раз квадратик сделать, и на аккордик поклониться, по-моему, с концерта вот так все вместе, раз, и все, поклониться! Смотрите, учиться, 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 учиться! Ну, это, значит, такая гадость, ну, не такая уж и гадость, ну, это плохо, ну, не так уж и плохо, ну, интернет, это не интернет! А, кстати, разница-то есть, наверное, при записи и при концертном исполнении, все-таки это разные, наверное, и тьфоты! Я с утра у Ромы спросил, как он делает аранжировки, да, во-первых, да... Я пока на деле не говорил! Да, нет, я просто спросил... Да разве зато внешь, конечно! Я человек вежливый, воспитанный, хотя могу и... Ну, ты знаешь, это вот вредит в рок-н-ролле, иногда вредит, нужно немножко... Нет, вы, ребята, очень интеллигентные, да! С высшим образованием, но вредит вредит! Мне говорят, вы какие-то слишком интеллигентные! Очень интеллигентные! Вот вы какие-то слишком... Максим, вот вы слишком интеллигентные! А мне хочется сказать, идите вы! Об этом есть другие песни! Вы знаете, это... Конечно, если выстраивать драматургию концерта... Я бы все песни по-другому расставил, это просто случай, что вот их так расставили... И почему, я не знаю, честно говоря... Потому что нужно что-то вам, какой-то экзамен-то устроить... Да, ну я не знаю, конечно, нельзя ее... Вот, а потом... Эту песню мы тоже обычно не играем, потому что она снижает градус... Эта песня тоже настроение, какой-то цвет мне зелененький такой присутствует... И она такая вот... Эта песня такое явление... Она из-за угла такая... Пролетело облачко и улетело туда же... Вот я так ее воспринимаю... Я расскажу, как мы ее сделали... Значит, у меня был набросок просто под акустическую гитару без текста... И я послал своему другу, звукорежиссеру, норвежцу, Снора Бергерут... Он, кстати, тут в прошлом году получил Грэмми норвежский... За лучший альбом, аранжировку и сведения... Кстати, они обыграли с группой Боу и Чадо и обыграли Аха... Но неважно... И он предложил несколько вариантов аранжировки... Я когда приехал на студию к нему, мы с ним сидели... Мы просто сидели... Это, кстати, был наш первый трек, который мы выпустили, первый сингл... Мы его, значит, с ним слепили просто на коленке... Вот реально на коленке... Там в конце идет другой гармонический ряд... Я предполагал, что это будет какой-то припев, мы расставим как-то... Он говорит, нет, Ром, давай слушай, давай сделаем вот так... У нас сначала получился куплет-бридж, куплет-бридж, а потом два припева... Это вообще очень странная конструкция... После этого я посылаю эту песню... А, показал Таня Иванова, она говорит, слушай, у меня, говорит, есть идея... Можно я про социальные сети вот напишу такую вот песню? Я говорю, давай, Таня... Она присылает текст... Я лечу, значит, мы спеваем все это... Причем спето, если на студии... Вот если посмотреть запись, там слышно, там прям целиком треками все это спето, не особо запариваясь... Вот, ну, с какой-то такой особой атмосферой... После этого мы записались, вели... Я показываю эту... Я послал несколько песен художнику Коле Белову, который замечательные мультфильмы трэшовые рисует, такой интересный культовый человек... Он посмотрел, говорит, слушай, Ром, можно я вот на эти соцсети нарисую мультик? Я говорю, давай... Вот, он зафигачил мультик... У нас еще группа Tatooine, только вот мы только с ребятами прошлым летом, только вот познакомились, начали первые репетиции делать... После этого вот то, что получилось с этим мультиком, мы показали, значит, нашему будущему лейблу-навигатору... Просто, мы послали несколько песен, значит, и они... А, они сами нашли, они сами нашли, говорит, слушай, а вот это вот странное изделие, это что такое вообще? Он говорит, да это вообще какая-то фигня, ну реально, мы не делали эту песню никак, это просто вот сотрудничество с разными креативными людьми, я честно вот карты раскрываю, как это было. Вот, встречаемся, значит, и разговариваем, говорят, слушай, мы хотим вот это выпустить, нам это прикольно, что-то такое необычное, что-то странное. Я говорю, да я вот вообще удивляюсь. Вот для меня вторая-вторая удивительная история с песней «Больны тобой», потому что она такая вот какая-то вот такая. И вот это, я до сих пор не понимаю. Так что, вот ответ на вопрос, как это произошло, это абсолютно дело случая. Ну так всегда бывает, вот дело случая, а потом раз глядишь, и хит. А вообще другие песни, конечно, мы репетируем вместе, выбираем там варианты. Нет, но это моя версия, вот только подогревает. Вот там будет хороший видеоряд, хороший мультфильм там под это сделают, еще очень много разных вещей. А ребята-то пропадут вместе с этими мультфильмами, уйдут в образе. То есть, еще раз, другое к чему, да, ну вот, может быть, тебе как композитору, может, это и на руку, потому что всегда есть хлеб и так далее. Но если есть группа, значит, это все-таки должно быть шоу, то есть, я не знаю, всем должно быть хорошо, и вам, и зрителю. А вот эта вся история, да, без коды, без гитары, она туда, в мультфильмы, вот, в хорошие программы. Да, мы немножко кинематографичные, ну, такая есть особенность просто. Можно я скажу, я сделал достаточно количества продюсерских проектов успешных, где люди много денег заработали, но они уже успешны. Ну, а ты-то что, тебе не перепалываешь? Я перепалываю, я не жалуюсь. Я веду успешные проекты, это когда артист заработал много денег, его можно крести, когда не важно, заработал. Продюсер-то заработает точно. Понятно, дело не о продюсере. Я тебе хотел сказать, ты вот проговорил, твоя оговорка, что ты, вот, я вот не знаю, вот, в этом варианте вы расставили песни, мы так не готовились, в эту песню вообще не играем, мы не попривали. Все булшит. Представляешь, что ты, два брата Галлахера, да, вот они бы им сказали, ты знаешь, вот пришли, вот вы тут встаньте, здесь не двигайтесь, здесь из света не выходите, здесь камеры не работают. Вот в этом интеллигентность и проявляется, но надо быть, все-таки, если Роккино, надо бы понаглее. Мы хотим играть так, как мы играем, мы в таком последствии не играем. Поверю, они бы вас допустили, но у тебя бы не было внутренней правды, у вас у всех не было. Нет у нас проблем внутренней, я просто говорю им правду, что нормально, давай. Что, проблемы? И это слышно, потому что, и между прочим, между прочим, уже в качестве наезда, вот тут в прошлый раз группа зажигала так, помнишь, что они вытворили? Да просто до свидания, без всяких, без всяких оговорок, мы наоборот говорили, там слишком много фанатов. Но у них плейпик был, им было легче выжигать. Нет, это не надо оговорки, никому не нужны. Вот группа, или вы такие все, будьте тогда уже тогда все смурняки, абсолютно, и ничего не оправдывайтесь никому. Что ты оправдываешься? Потому что там выставили не в том варианте, не по тональностям расставили песни, там гитары не дают настроить, там гримёрку не поднесли. Да, Орехов, он вообще не понимает ничего, тональности, не тональности. Я виноват, да, я виноват, да, это я сделал. Ну, в белье берите сладкое пакет, Орехов, аминь. Но я к тому, что образовательный ценз в рок-группе очень сильно занижает популярность группы, вот сто процентов. Вообще, ноты портят отношения. Вот эти вот высшие образования, да, у каждого? Абсолютно. Прям на лбу. Ну да. И не надо об этом писать. Меня вообще обломило, прочел, что вы, блин, все умные, меня уже носило обломать. Не, ну пеньшой, конечно, были. Ноты – наши враги, понимаешь? Конечно. Ноты портят отношения в коллективе вообще. Нет, ты менять свой дед, он прав, да. Нет, ребят, ну на самом деле это опять та же самая история, что со стихами. Вот когда были стихи, тоже говорили. А есть образование, как все ненавидели, вот народ ненавидел лит институт. Вот как классового врага, понимаете? И люди, которые вышли оттуда, это тоже классовые враги. Не, ну если в Гнезденке будет факультета Укринролла. Опять та же самая история, да? То есть нужно это музыкальное образование или не нужно это музыкальное образование? Да нет, дело не в музыкальном образовании, дело об этом в цензии, вообще образовательном цензии, который у всех ребят есть. И говорите вы правильно, и чистое по-русски, и ты этим даже гордишься, и все это... Но меня это подломает, это убивает Роккенролл. Вот клянусь. Марина. А это будет свой мажорная эмоция. А то же разошлись. Да вот удивительно, знаете, настроение у нас какое-то общее. Может быть, благодаря вот этой песне последней. Вот у меня на самом деле один вопрос был, но... У меня был вообще вопрос. Ром, чего вы с нами все время соглашаетесь? Вот на самом деле... Ни разу не послали. Я на самом деле абсолютно в полном позитиве. Музыка абсолютно конкурентоспособная, достаточно качественная. Вообще на вашем месте я бы вот это все... Может быть, вы просто из вежливости соглашаете, а потом уйдете и скажете, блин, наговорили тут нам всякого, все равно будем делать по-своему. И это будет правильно. Может быть, это будет самый правильный вывод из нашей сегодняшней беседы. Да. Вот, например, да. И, собственно, что я хочу вам сказать. Я вам просто хочу пожелать больше смелости, какого-то авантюризма. И гните просто свою линию. Вы у нас выслушали. Ну, это наше мнение. В конце концов, это все очень субъективно. Да, у нас есть опыт. Мы там действительно продюсируем музыканты, все остальное. Но в конце концов, это ваша музыка. Делайте то, что вам хочется, как вы говорили до этого, с учетом наших поправок. В конце концов, есть та самая почтеннейшая публика, которая решает быть вам. Я не последнее слово дадю все равно, что говорят эти люди. Последнее слово-то дадите. Еще как. Кстати, знаешь, почему они все соглашались с нами сегодня? Потому что интеллигентные люди прочли название нашего проекта. А называется наш проект «Площадь согласия». Насекомышку. Вот и согласие. Да ладно. Ну ладно, последнее слово, а как же. Выключайте микрофон, чтобы у вас не было желания самое последнее слово сказать. Вы знаете, я же вам говорил, мы интеллигентные люди, нам все об этом говорят. Это нельзя вычеркнуть с наших лиц. Молодцы. Хочется, конечно, знаете, иногда посылать в жопу хочется. И это происходит. Во-первых, у вас сидит замечательная женщина, девушка. Спасибо. Вы очень кусачая, но очень симпатичная. Спасибо вам большое. Вот. Некоторые ваши претензии я могу разобрать на винтики и просто их отбросить полностью. Кое-что я себе учту. Я знаю... Знаете, как будем судить? Давайте мы с вами встретимся через какое-то время. Да вы сами. Вспомните, когда про группу Tatooine через какое-то время. Какое у вас останется послевкусие? У вас останется какой-то цвет, запах, не знаю, какое-то впечатление. Наверное, вот это будет интересный эксперимент. И, наверное, вот это будет более объективно. Захочется вам нас когда-нибудь еще увидеть, услышать. Мне самому даже интересно. Мы делаем музыку, в конце концов, знаете, мы делаем, конечно, то, что мы любим, но это же искусство. Мы делаем его для вас. Мы делаем для наших... Ребят, спасибо. Вы очень поддерживали. Вы очень поддерживали. Слушайте, сейчас... Я еще... Нет, минуточку, минуточку. Единственное, что я хочу сказать, знаете, вот что-то не так спето, что-то не так саражировано. Я уже пришел к тому, что, простите, но спродюсировать музыку, которую мы хотим, лучше, чем мы, не спродюсирует никто. Спеть лучше мои песни, чем делаю я со своими особенностями, никто не сделает. Я хочу играть криво, назад, вперед, блин, выше, ниже, как делают наши любимые группы, как делают панки какие-то, как делают, не знаю, блюзовый музыкант, как делают черные музыканты, да. По поводу Запада и Востока. Классная тема. Я вот, когда стал больше общаться с зарубежными музыкантами, мы же тут, мы собрались, ну, показать материал, да, мы же тут не это, не пальцы загибать, кто там с кем что делал, да. Вот я хочу сказать, что когда довелось пообщаться с зарубежными музыкантами, это очень, это очень помогает оценить себя изнутри, и нам нужно учиться, и нам нужно учиться внутренней свободе и уверенности в себе. Мы, к сожалению, совки, да, вот мы еще поколение то, которое вот то застало, и мы пытаемся от этого избавиться. Я согласен, что рок-н-ролл, который происходит здесь, он вторичен, он третичен и четвертичен, но не делать этого мы уже не можем. Мы уже слишком стары, чтобы на это забить. Мы должны сделать то, что в наших силах, вот то, что в моих силах я делаю. Я записываю песни, я пишу песни, мы с ребятами это аранжируем, они поддерживают, мы делаем это вместе, мы делаем с разными авторами. У нас были эксперименты, когда мы с продюсерами, с внешними продюсерами, очень звездными, делали отдельные треки и синглы. Это говно, потому что это не подходит мне, потому что я себя чувствую там некомфортно, это не мое. Я лучше буду петь криво, как Blink 1.8.2, я лучше буду играть музыку с делами, как U.2, потому что я не соло-гитарист, я не хочу им быть. У нас в группе мы начинали с одним из лучших гитаристов России, Сережи Ткаченко, который у кого только не играл. И он с нами иногда на записи приходит. Когда Серега к нам приходит, он не играет арпеджио, он играет какие-то фишки, которые он считает лаконичными. Мы делаем достаточно лаконичные вещи. В общем, спасибо вам большое, мы будем делать то, что мы считаем. Парни, парни, завелись! Нет, ну вот завелись, Татуин, да? А сейчас мы они по-другому уже сыграли, наверное. А, сейчас будем, да? Ну и сейчас мы через полчасика опять все по-новой. Жаль, что нет. Ну что же, группа Татуин, ваши аплодисменты. Группа Татуин в присутствии августейшего жюри, А именно, Дмитрий Четвергов, гитарист, виртуоз, композитор, аранжировщик, саунд-продюсер, актер Виктор Чайка, композитор, поэт, песенник, певец и музыкант. Значит, Дмитрий приходит с гитарой, а Виктор со скрипкой. Так, мы помним. Это мы запомнили. Но самое главное, что приходит снова Марина Калиниченко, музыкант, композитор, аранжировщик, музыкальный продюсер, генеральный директор, продюсерского центра «Я артист». И Игорь Борисович Настенко, руководитель службы сетевого вещания «Газета Вечерняя Москва», музыкант. Сегодня судили группу Татуин. Ну что, и там где-то, в Цюрихе, Маша Кац и Игорь Борисович Сандли. А все вместе это совместный проект продюсерского центра «Игоря Сандлира» и «Газета Вечерняя Москва». Площадь Согласия. Каждую среду на ваших экранах. Орехов, помидоров. Пока. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok